В нашей области находится почти 600 памятников истории и культуры. Чтобы больше знать о культурном наследии региона, среди школьников состоялся конкурс сочинений. В своих работах ребята рассказали об исторических, архитектурных и археологических местах Северного Казахстана. Авторов лучших трудов отметили дипломами и денежными призами. Диана Салихова с подробностями. Хранить наследие предков и чтить сакральные места региона – наш общий долг, так считает Жанна Врублевская. Девушка любит изучать историю, узнавать интересные факты о том, что ее окружает. Темой своего сочинения она выбрала «Дом купца Боярского». Я ее выбрала, потому что мне очень интересно узнавать о прошлой истории. Это актуальная тема на сегодняшний день. Я использовала книги из нашей библиотеки на Ваникольской. То есть в истории восьмого класса есть информация об этом месте. Также есть в различных сайтах на просторах интернета. Сочинения люблю писать. У меня очень хорошо получается писать. Хотелось бы побольше участвовать в таких конкурсах. Это очень интересно. За свой труд Жанна получила гран-при. Всего на конкурс поступила 121 работа. На второй этап отобрали 50. В финал вышли 4. Наша область единственная в Казахстане, кто проводит неделю памятников. В рамках этой недели мы провели разноформатные мероприятия. И сегодня мы подводим итоги этой недели. Мы объявили конкурс сочинения среди школ области. Победители были награждены дипломами и денежными призами. Много нового мальчишки и девчонки узнали от представителей резиденции Аблайхана. Школьникам рассказали о создании такого праздника, как День памятников, а также немного и об истории родного края. Всего в северном Казахстане 597 памятников истории и культуры. 8 из них республиканского значения. Диана Салихова, Александр Янцен. Итоги дня.